Что будет происходить в этом матче? И показывать какие-то непонятные действия. Рибери, вот Рибери сейчас в Канде явно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо забивать. Забивать надо. Забивать удары. Почему ни мяч, ни в воротах? Что за бред? Бред, бред. В общем, короче, игре хотел напомнить то, что Динамоки в первый матч выигрывал со счетом 3-1. То есть, если Лацо играет 2-0, он проходит следующую стадию. То есть, если 3-1, то будет, короче говоря, третий матч. По 5 минут и серия пенальти. И я бы хотел пенальти, если честно, но мне кажется, что это очень сложно. Хотя, учитывая, как сейчас Лацо начался, вот сразу, Инари, бери точно сейчас хотя бы зеленый. Что он легко просто прошел у соперника своего, тупо по прямой. Хаби, привет. Целую в плечи. До скорой встречи, как говорится, Хаби. Вот дайте Курбану Бикиевичу поработать. Так, Клоза. Мирослав Клоза есть. Фу, своего игрока попадает. Ну, Пуизу, на самом деле, там Андроношу не пропустил. Он в двух моментах уже мог забивать. О, Виллиан у нас тут появляется. Кстати, про него я совсем вообще забыл. Ну, будет жарко. Ну, хотелось мне, если честно, для интриги, быстрый гол Лацо, но если его не будет, я не обижусь, так скажем. Но все-таки надо, чтобы Андрон занервничал. А лучше всего два мяча забивать, чтобы он пошел в атаку и не засиживался в защите. Ох, как дают битые, не понимаю. Биллианда сейчас мог забивать так же, как забил у Ермола в предыдущем матче. Очень плохо играет на угловых, конечно, на Салаццо. В Италии, что там, Буфон не научил, что ли, играть? Как надо правильно. Ну, не знаю. Андреа дает пас на Андерсон, Андерсон. Выход один-один, нет офсайда. Обмотает вратаря на опыте. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас Хаби ставит дизлайв. Ну, че, Андрон тоже мотал. Тут все понятно. На замахе классика, да? Найс. 1-0. Быстрый гол есть у Лаццо. Теперь, главное, не пропускать и забить второй. Тогда вообще будет жарища, жарища, жара. Ой, как неплохо катает Андрон. Гол. Что? Вот так вот. 1-1. Надо два мяча по Лаццо забивать теперь. Найс. Это хорошая игра. Мне нравится она. Вот не эти унылые нули в первом тайме, а, тут катает. Ну, нулей не было. Там был один забитый гол у ДК. Ну, что Лаццо, чем ответишь? Андерсон. Андерсон. Дает пас. Удар. Клоза, боже мой. Ну, тут не везет, конечно говоря. Не везет Лаццо. Уже какой момент. Уже обязаны были сейчас второй мяч. Вообще, на самом деле, тут можно было просто обрабатывать. Обрабатывать спокойно и забивать чипшотом в упор. Как сделал бы это на прехабе, но он такие скаты не делает в центре. Может, если на мястико максимум. Ох, какая провалочка тут какая-то. Маркетти тащит команду. Еще мяч своему убивает Андерсон. Начинает атаку своей команды. Рибери по флангу бежит. Ну, тут хоть как-то понятно, что он хоть как-то может бегать. Сложно. В апсаде у нас Кандеева. Клоза. Все, кто там был в апсаде. Хачериди дает пас вперед. Ну, видите, Лаццо забил и сразу пропустил, по сути. То есть, в защите, конечно, команда играет из рукой он плохо. Но тут дело случая. И действительно, сейчас должны были второй мяч забивать. Итальянцы, но, видите, не получилось. Лукас. Лукас. Навес. Андерсон, 22-ая минута встречи уже. Хоста потихоньку заканчивается. Сильвестра. Клоза. Ошибка какая. Но нет. Не смог он ее воспользоваться. Ну, там такая ошибка. Мне кажется, скриптовый такой паз был. Все-таки там. Максимум человек какой-нибудь с 99 скорости способен был попадать. Ошибка. Моралес. Удар. Маркетти. Добивание. Гол. Ну, все. Тут, походу, уже ребята интрига заканчиваются на этом. И Лаццо, походу, уже вылетает. Ну, Динамо Киев молодец. Забил гол. Еще один. То есть, Лаццо хорошие атаки перспективные. Но ничего не получается сделать. И Динамо Киев идет вперед. Забивает второй мяч. И уже тут все. Тут надо четыре мяча забивать Лаццо. Не наверите в это. Ну, посмотрим. В принципе, если два... Если два мяча сейчас забивают... В принципе. В принципе. Можно как-то вытащить. Но не. Я думаю, что Андрон забьет еще и на своем хосте. Но Андрон тут что-то раззабивался. Все-таки я был прав в том, что Лаццо играет в защите из рук. Он плохо. И если не забивает много, то проигрывает. Ну, тут пока так все идет. Пять забитых мячей. Менее чем за полтора матча. Пропущенных. Я вроде сказал забитых. Пропущенных. И всего лишь два мяча забил пока что. Мало, мало, мало. Мало. Может быть в Италии слабые соперники, что он так забивает. Ну, не берем Лакемази, потому что он сильный соперник. Он поддается. Неплохой отбор, но правила нарушил при этом. Лукас Моура. Нет. Дальних ударов у нас не будет от Андрона. Он катает на Верочку. И Верей как технично принял мяч, обмотал защитника. Бегает рядом с Штафной. Нет. Тут Эрик Дайер все читает, если это он, конечно же. Четкий подкат. Ну, вот как, видите, как для Латсова все начиналось сказочно. Забили быстрый гол. Вроде все нормально. Но потом пропустили какую-то шелуху. Потом еще один пропущенный мяч. Не забили в пустые ворота. Там скатили на, по сути, на вратаре одного. Можно было в угол просто пасывая мяч. Клозу, не знаю. Я ожидал от него лучшего. Ну, пока. В атаке Латсова ничего не получается. Андрону, смотрите, всех в защиту от него. Пасы не проходят. Ну, жаль. Если честно, для интриги жаль. Вот лучше бы Андрон этот мяч забил на последней минуте, знаете. Был бы какой-нибудь 2-1 в пользу Латсовой на последней минуте. Ну, пенальти мы уже не увидим. Это очевидно даже для меня. Вот. Четыре мяча Латсова. Ну, так. Верится с трудом, да, так скажем. Больше я верю в то, что может быть максимум забьет 1-2 и пропустит еще один где-то точно. То есть вот во что верится. Конечно, может это предвзятое отношение, может предвзятое мнение, но... По игре, во всяком случае, вот в таком двойном противостоянии так сказывается. Ну, видите, да, какие привозы. Виллиан. Под правый удар. Как сейчас голова не было. Странно. Хабил, спокойь там, Вилли, что он там, это... Пусть таблеточку выпьет. Это что-то разнервничался парень. Виллиан. Ой, как сейчас хотел мягенько остановиться и всех троих защитников надуть, но нет. Все-таки кто-то в него впилился. Отлично играет у нас. Опорная зона у Динамо Киева. Они просто все разрушают. На корне вашу атаку останавливают. Дадут атаку? Дают. 3-4. Рибери. Хорошо бегает. Рибери. Все читает Андрон. Молодец. Хорошо играет в защите. Вот реально приятно посмотреть. То есть он давал сопернику возможность дать пас вот этот. А сам подкатом сыграл. Молодец. Умничка. Ну, у Андрона тут полное преимущество. Я думаю, что надо его закреплять. Ну что же. Команда Евроиста, походу, идет дальше. Молодец. И что там? Да, Ист, Муацу. Навес, Маркетти. Посмотрим, как Дросс там сыграет. Кстати, я не помню, на кого Дросс там попал в Лиге Чемпионов. Я думаю, что Испания на последнем месте будет из-за того, как Найки всякие дерьмовые играют в Лиге Европы и не могут пройти Рубин. Ну, Алканафт реально хорошо сыграл. То есть он отнял у соперников очки. Молодец. Ист может гордиться им. Может, Хаби за него играл. Кто знает, кто знает. Вильян. Пас на Билянду. Тут будет пас-центр. Лукас. Лукас Моура нет. Удара он не хочет делать. Но Лукас Моура в подворье хорош. Кронча сейчас просто пожалел, пожалел. Да. Андрон закономерно проходит вперед, честно. Ну, то есть ничего против Лацио не имею. Но все-таки вот реально как-то Андрон сыграл увереннее и в защите, и в атаке, и, может быть, Канды. Ну, что поделать. Сам к себе. То есть, да, два матча он имел преимущество некое. А у Лацио ничего не получалось. Но, возможно, это не получалось из-за того, что Андрон хорошо сыграл в защите. Возможно, и это. Не зря я вам перед первым матчем говорил о том, что Андрон мало пропускает. Так, Лозе. Ха-ха. Шавковский. Надо было, наверное, все-таки пытаться как-то перекинуть вратаря. Я не знаю, ударить скользь. Ну, нет. Ну, четыре грава, ребят. Ну, за 30 минут игрового времени на чужом хосте соперника. Ну, нет. Ну, нет. Нет. Осторожно соперники играют. Но я не понимаю, к чему это осторожность. Лучше бы с первых минут так играли. Рибери. Хоть штрафной гуляет. Лоза тут уже просто и ходит, и реально на шагах штрафной. И, откровенно говоря, просто скатываясь и под удар. Ничего не получается. Защита все контролирует. Защития, конечно, за два матча. Ну, четверка с большим плюсом. Пятерку не назовешь, потому что были провалы, которые не смог использовать. Игрок. Лацио неоднократно. Ладно. Посмотрим в игру. Я что-то слишком заговорился. Виллиан вообще хорош. Машина. Рибери. Ай, подкат. Один не попал ему, другой прям яблочко. Что ж, 65-м за встречу. Юлиан. Кранча. Моралес. Нет. Алекс там на замахах уже в своей штрафной бахает. Танцует. Давай хотя бы выиграй этот матч как-то. Затащи, выиграй матч. Принеси Италии в копилку очки. А то у них там, по-моему, совсем все печально. Или нет. Не знаю, как там Дросс будет играть. С кем вообще. Как-то пропустил это дело. Знаю то, что Арсенал с Малага играет. Удар. Го-о-о. Трионет. Не будет никаких очков. Тут просто... Тут легко. Неплохо, кстати. Такую микрокомбинашку намутил тут нам Андрончик. Андрончик сыграл пяточкой, подал в одно касание и забил. Клоза, Мирослав Клоза сегодня получает от меня единицу за оба матча. Один, в котором он не играл. Вышел он... Не вышел, так скажем. Из-за травмы. Ой, какой травм. Из-за конды. А второй, вот это его, конечно, в пустые ворота и такие моменты... Ну, понятно все. Просто бежит вперед. Но Андрон уже на радостях, то есть он понимает прекрасно то, что все, он уже выше прошел. Дальше. И ему ничего не угрожает. Может играть как хочет. В Лацо я бы отметил, конечно, вратаря, в первую очередь. Если бы не вратарь, то, возможно, там было бы мячей... Сколько? Три-три... Ну, мячей в восемь было бы точно забито. Пропущено, вернее. Забито Андроном. Вот так вот. Карлик не играет. Кандрео слишком опущен. Опустился он. В защиту опущен. Ну да, на самом деле Кандрео-то опущен. Джорджи просто у нас бегает насквозь, но нет. Ну, конечно, конечно, он расстроен. Я думаю, Сильвестр все-таки за Лацо прошел группу такую сложную довольно-таки, но нет. Вроде бы жеребий ему подфартил, но нет. Нет, нет, нет. Не фартануло. В 81-й минуту встречи у нас Динамо Киев. Первая команда, которая проходит в полуфинал. Ну, первые лиги чемпионов, кстати, надо отметить. Первые лиги чемпионов на Реборне после рестарта, естественно. Вот. Исторический момент. Андрон молодец, вписывает сюда своими и может бороться в полуфинале. Я не знаю, с какой командой, но вы видите сами то, что он сильно играет. Не знаю, что у него там в лиге иногда не получается, но вот эти два матча он выдал очень хороший. То есть... Да, в начале сыпался, но вы знаете, все-таки на чужом хосте бывают лаги реально. То есть с Сильвестром бывают такие лаги. То есть, как бы многие это отмечали. Ну, вот в начале Латсу, конечно, надо было все-таки забивать 2-3 мяча, да. И тем самым, конечно, Андрон мог посыпаться, но... Происходит замена. И Турбо еще у нас с эти два матча не было. Ну, Андрон сериально Читаков там набрал. Плюс вот этот, который ему на халяву достался. Вот этот Юниор Моралес. Это, конечно, вообще ужас. Ну, скиллы просто жесточайшие. И Турбо тоже бегунок со скоростью. Ясно. Пацан шел домой. Просто... Пацан шел домой. У него попал мяч на нафиг. 4-2. Ну, все, Андрон, он сегодня, по сути, залетает. Ну, конечно, не берем сейлы Матаря, но я думаю, что... Ребят, кто хочет славаться в очки, играйте с ним сейчас, потому что он, скорее всего, на дизморали. Ну, либо он будет разрывать. Это одно из двух. Ну, конечно, ужас. Такие мячи пропускать. Это по морали, мне кажется, бьет. Плюс еще, конечно, игра на трех или четырех проектах не заставляет себя ждать. То есть у Реборна специфический геймплей. Нужно к нему привыкнуть. И вот так вот. Плюс тут все-таки тренера очень сильные. То есть в ВК вообще таких тренеров нету. 5-2. Звенят калкала. Дзинь-дзинь-дзинь. Ну, вот так вот. Прошелся катком. Тут просто Динамо Киев. Общий счет 8-3. Без шансов для Латсо. Были какие-то шансы. Я какие-то иллюзии создавал. Да, для него даже в первом тайме при счете 1-1. Но нет. Но нет и суда нет. Ну, спасибо, что смотрели. Этот матч, может, смотрели, может, нет. С вами был Найкуша. Это была Лига Чемпионов. Зовите меня на свои матчи Лиги Чемпионов. Это относится к Хаби тому же, который никогда не зовет. Но Вящ все равно будет попросить посмотреть по этому. Поэтому Хаби там шансов нету отказать. Да, это, конечно, гол. Я думаю, просто ужас. Просто ужас. И тут Андрон не бьет с касания. И просто посмотрите, как... Насквозь, тварь. Покеда.